Пасмурный день и прохладная вода в Томи – хорошие условия для приживания трех миллионов мальков пелли Динельмы и Муксуна. Они выращены из икры рыб, пойманных осенью на Аби, в северных районах области. В апреле они выклевываются в виде личинки, потом они переводятся на активное питание, мы смотрим, как она развивается в первые дни жизни, приучаем ее к хищническому образу жизни, мы начинаем кормить их с живых кормов, с самых простейших. И в дальнейшем мы вселяем ее в выростной водоем, где она нагуливает массу до момента выпуска. В нагульных водоемах Томского научно-производственного рыбоводного комплекса мальки вырастают до полутора граммов, чтобы выжить в естественной среде. Это должна подтвердить контрольная навеска перед выпуском. Будет открываться шлюз, и рыба пойдет в реку Томь по этому каналу. Применяется по временной метод, то есть в течение минуты мы засекаем, сколько в данную ловушку попадет рыбы. Подсчет количества мальков, выпущенных в Томь, происходит каждые два часа в течение недели, пока не будет спущена вся вода искусственного озера вместе с его обитателями. Это наиболее безопасный для рыбы способ выпуска. Средства СХК, как самого крупного водопользователя региона, ежегодно вкладываются в выращивание ценных пород. За 10 лет в речную сеть области выпущено более 100 миллионов мальков пеледи, и уже есть результат. Вот сейчас уже тоннами вылавливают пеледь. И самое главное, вот она же не вся, мы считали, что она вся уходит на ногу в обскую губу, а оказалось, что часть остается у нас. И вот в районе есть у нас предприниматель, который добывает на Томи, это единственный участок промысловый, в районе Ярского. И уже образовалось свое стадо пеледи. Такого вообще мы никогда не видели. Сегодня Сибирский химический комбинат много делает для того, чтобы снизить сам ущерб, предотвратить попадание рыбы в насосные агрегаты. Мы имеем по сравнению с предыдущим годом в три раза меньше количество рыбы, которые будем выпускать по договору с Томским рыбоводческим комплексом. Причина – это установка два года назад наших рыбозащитных устройств на первой и второй береговой насосной станции. На СХК создано уникальное для Сибири рыбозащитное устройство – гидроакустический экран. Завесы из пузырьков, отпугивающие речных обитателей. Количество рыбы, попадающей в водозабор комбината, уменьшилось в три раза.